Привет! Это новогодний рождественский выпуск неправильного обзора ножей. В том году в новогоднем рождественском неправильном обзоре я рассказывал о том, какими ножами хорошо резать новогоднюю хавку Хамон. Но то был прошлый год, 2019. Там были свои, так сказать, интересы, свои, так сказать, желания. А сейчас вот в 2020 году, 2020, все поменялось. Уже стало, так сказать, не для Хамона. Уже вас начинают волновать совсем другие вещи. В частности, вот это вот большая проблема. Да-да, вот это вот здоровье, здоровье и туалетная бумага. Это такая вот большая проблема, потому что и то, и то, как бы хочется сохранить. Трудно где-то достать в наших реалиях. Народ совсем спядил, вынес все из магазинов полотенца кухонные, туалетную бумагу. В общем, купить ее невозможно. Вермишельку, совсем люди спядили. Ну, сейчас же как бы получше. Магазины были готовы к этому. Но вот четыре дня праздников и все, все снова смели. Ничего, так говорится, на прилавках не осталось. Итак, так как эта вот штука, как и здоровье, собственно, нужна всем. Это нужно хранить, это нужно оберегать от всех. То делайте это буду с помощью вот такого вот ножика. Давайте на нем посмотрим, что это такое. Да-да, это знакомый вам ножик. Калашников АК-74. Причем это вот та вот самая большая его вариация, которая у нас в Германии продается как АК-34 без пружинки. Но если приложить свои, так сказать, ручки, вот здесь вот отвинтить пару винтиков и пружинку вставить от любой другой модели Бекер, то вы получите АК-74 вот с таким вот автоматическим выбросом. Прикольно, прикольно. Вот здесь вот чуть-чуть надо этот болт подтянуть, потому что я ему уже, так сказать, поигрался сегодня. Кайфовый получается ножик, отлично лежит в руке. Все супер. Кроме одного, в Германии он нелегален, абсолютно. В Германии такой нож нельзя ни хранить в коллекции, его нельзя на территории страны ни продавать, ни вообще. То есть на территории страны Германии этот нож запрещен. А во Франции нет. То есть это вот теперь часть моей французской коллекции. Я уже рассказывал о том, что у меня есть французская коллекция. Это у моей сестры хранятся ножики, которые я не могу хранить в Германии. Ну, есть такая вот заморочка, связанная с законами немецкими. То есть многие вещи, которые хочется иметь в коллекции, ты в Германии хранить не можешь. В частности, там, балисонги, выкидухи с длинными, вот передние там какие-нибудь фронталочки, или вот такие вот выкидухи автоматические, у которых лезвие больше 8,5 см. Как говорится, о желающих в Германии получить вот такой вот нож, Бекер позаботился. То есть фирма Бекер, она как бы работает на своих клиентов, а клиенты у них какие-то отчаянные коллекционеры, у которых, ну, мало денег. Вот такой вот у них сегмент. Почему? Потому что если вы хотите собирать коллекцию ножей, а денег у вас при этом мало, а вы хотите ножей много разных красивых, то Бекер как бы дает вам эту всякую возможность. Вот смотрите, буквально месяц назад у меня было всего два Бекер-Калашникова, а теперь у меня их аж, вот сколько их у меня, вот аж 7, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, аж 7 разных Бекеров-Калашников. Почему? Потому что они разные, их много на рынке, и их недорого покупать. Вот эти два ножа стоят там по 40, по 50 евро. Вот этот дороже, потому что он большой, но как бы то, что он без пружинки был, продавался, он как бы стоил где-то тоже на уровне с этими. Итак, давайте посмотрим, какие бывают, в принципе, варианты помимо размера. То есть вот это вот стандартный, назовем мы так, Калашников, АК-47, а вот это вот АК-47. И мы видим, что здесь отличается цвет лезвия, цвет рукоятки, цвет фурнитуры другой, кнопочка имеет другой цвет. То есть, если мы перевернем, мы увидим, что и клипсы разные. Вот здесь вот стальная обычная клипса, здесь вот черненькая клипса. То есть, товарищи, которые, ну, производители вот этой вот китаец, которые производят вот эти вот Бекеры, они работают чисто по китайской схеме. Давайте выкинем на рынок кучу говна, разного цвета, разного размера, а кто-то это говно подберет. И вот, в частности, вот здесь вот видно, что для тех, кто считает, что вот этот нож недостаточно тактикульный, еще бы, а что ему быть тактикульным? Уже белая рукоятка. Как так? Тактикульным у нас же черная рукоятка дужат. Вот для таких вот товарищей выпускается вот такой супер тактикульный ножичек, вот с таким вот лезвием, типа керамбит, я не знаю, можно ли его держать так обратным хватом, ну, в принципе, можно. Все, вот могу взять в руки. Да, то есть, держится. Вот оно, лезвие, керамбит, все, значит, такое себя прикольное, тактикульное. Черное лезвие, черные кнопочки, черная фурнитура, черная рукоятка. Короче, этих бекеров бывает огромное-огромное количество. То есть, модели различаются по, значит, геометрии стали, то есть, вот геометрия клинка. Здесь у нас не ванклиф, как же это, керамбит вот такого типа. Бывают стандартные геометрии, рукоятки разного размера, разного цвета, разного цвета фурнитура. В общем, по факту, одну и ту же конструкцию они постоянно как бы меняют. Знаете, вот как сделать вот это вот в каком-нибудь там фотошопе типа больше-меньше. Вот так вот они и делают. Вот как бы, ну, были такие шутки, когда там про телефоны Samsung, что он типа взял вот весь дизайн Samsung или там весь дизайн Apple, он сводится к тому, что типа в этом в Paint чуть больше сделать, чуть меньше. Даже в Paint, да, понимаете? Понимаете шутку, да? Не понимаете. Ладно. Короче говоря, вот если вы малобюджетный коллекционер и хотите, чтобы у вас было много разных прикольных ножиков, а это ножики прикольные, потому что это автоматы, посмотрите. Ну, посмотрите. Разве это не прикольный ножик? Это охрененно прикольный ножик, я бы сказал. То есть в руке лежит отличный, несмотря на то, что он меньше по размеру, это никак не мешает его удержанию. То есть рукоятка так прикольная, кнопочка прикольная. Вот сложил, открыл, ну и собрано более-менее. Хотя вот здесь вот небольшой такой люфтец я чувствую, но в целом это более-менее. То есть понимаете? Вот этот ножик стоит там 40, ну там 50 евро. То есть это в 2-3 раза меньше, чем бекер. Вот я вот собираю бекеры 110, и я вот за один бекер 110 могу отдать там, ну за хороший там, ну 300 евро в месяц. У меня их там будет там один или два бекера. Вот этих я вот за 300 евро могу 6-7 штук купить. А вам честно говоря, за вот этот месяц, я когда вот, я уже знал, что я еду типа во Францию, во Франции с этими, с ножами проще, с автоматами. Поэтому я уже сразу, когда приехал, пошел и купил себе 5 штук. То есть у меня было до этого 2 штуки, а сейчас у меня аж 7. Прикиньте, вот насколько быстро может у вас расти коллекция, когда вы коллекционируете вот эти вот акашечки. Как вообще надпись автомат Калашникова оказалась на ножах Бекер, это такой вопрос странный. Говорят, что когда-то Калашников приезжал в Германию на заводы Бекер, там значит ему этот нож так понравился, что он ему дал своими все фигням. Нету завода Бекер, которые производят Калашников в Германии, Калашников никогда, ничего там вряд ли это где-то делал, они просто, китайцы тупо взяли имя, может даже бабки заплатили за это имя Калашникову, но по факту никакого отношения к самому Михаилу Калашникову, кроме как название что-то ака, это не имеет. Все байки, все маркетинг, идите нахер. Ой. Так вот, что у нас здесь по факту? Разные размеры, разные геометрии лезвия, разные рукояти, все разное, а цвета как бы разные, а сама конструкция одинаковая. Все это в кедухе, но это и хорошо, цена, как говорится, не сильно варьируется, хотя, хотя есть версии, которые стоят несколько дороже остальных. Вот если мы посмотрим вот на этот вот конкретный экземпляр, если мы его сравним даже с большой версией, то увидите, что это как бы, это АКС, то есть он по размеру меньше. То есть вот как бы, ну сравните, насколько они, насколько он, насколько он меньше, да. Но при этом стоит он дороже. Почему он стоит дороже? Потому что это тоже такая чисто нажиманская тема. Если мы возьмем вот этот обычный, АК, и посмотрим на то, из какой стали он сделан, здесь написано, я надеюсь, что фокус ловится. О, да, хрен с ним, фокус даже ебиско не ловится. Вот. Вот, вот, вот. Видно, что он сделан из АУС-8. То есть здесь Сталюка АУС-8. Вот здесь он, вот здесь Сталюка АУС-8. А вот здесь вот Сталюка С-30В. То есть это вот порошочек. И вы понимаете, что в чем радость коллекционирования. Радость коллекционирования, чтобы у тебя было как можно больше моделей, одного и того же, но разных. И таким образом мы видим, что помимо того, что у нас есть разные геометрии лезвия, разные цвета, разные размеры, у нас еще есть разный материал стали на клинке. То есть мечта, мечта, так сказать, на Жемана, да еще и к тому же они все пронумерованы. То есть вот здесь вот вы видите цифру, что это 1506. То есть такие вот чисто, ну как бы это сказать, достаточно редкая моделька. Такая вот почти что лимитированная. Вот. Еще более, так сказать, интересный вариант стали. То есть здесь у нас сталь Дамаск. То есть видно, что даже он немножко ржавеет, потому что вот здесь он побывал в масле, но все равно как бы я его с легонца, так сказать, заржавел этот Дамаск. Что говорит на том, что это все-таки Дамаск, а не какая-то там выкройка на лазерах. Да-да, вот это вот здесь тоже стоит надпись автомат Калашникова. Марка Стали, понятное дело, не стоит, но вот здесь вот стоит его номер. Я не знаю, словится он или нет. Да, вот, пожалуйста. Вот этот номер ножа тоже шел. Это вот таким эксклюзивно-эксклюзивным. Да, вот непонятно что, но вот в руке лежит нормально, и это Дамаск, ребята, это Дамаск. Так что, если вы коллекционируете вот эти вот такой Дамаск, как будто он лазером прожженный, ну, будем считать, что какой есть. Так вот, если вы коллекционируете вот эти вот ножики от Бекера, вот эти вот Калашниковы АКС-74, то, конечно, Дамаск у вас должен быть в коллекции, ровно как и порошочек. Ну, и, конечно, в коллекции должна быть какая-то супер-пупер лимитированная какая-нибудь юбилейная версия. Вот она, пожалуйста, вот она, юбилейчик. То есть, здесь вот празднуется, что было 70 лет с 47 по 2017 год, хотя сам автомат Калашникова приняли на вооружение вообще, как бы, 46 год, но 47 год, они как бы там, ну, китайцам пофиг, когда там на самом деле было. Называется АК-47, значит, 47 год, вот тут такая вот у них идея, хотя исторически, вот, по-моему, 46 года, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Шикарнейшая, шикарнейшая моделька, Тан Тойт, опять-таки, видим, что у нас отличается геометрия лезвия, отличается цвет рукояти, то есть, здесь вот такой, более, знаете, такой ган метал, то есть, не просто черного цвета краска, а именно такой металлик, ган металлик, я бы это назвал, то есть, предохранитель, как и везде, ну, и, конечно, здесь необычная сталька, здесь сталька, порошочек от Карпентера, вот этот вот, CBD, как-то он один называют, как же это называется-то? Господи, я уже забыл, Карпентер. Ну, короче, это американская сталь, она такая кайфовая, она хорошая стальюка, Карпентеровская, то есть, есть европейский бюллер, со всякими там, М390, К390 и так далее, там, Н690, а есть Карпентер, со своим этим CBD и ХП, вот ХП, это порошочек от американской Карпентера, то есть, это реально классная стальюка, и здесь ее много, видите, здесь ее не пожалели, да-да, вот мой грязный ноготь, посмотрите, сколько здесь стальюки, а если мы возьмем вот этот, какой-нибудь АУС-8, вот, видите, оп, не доложили нам стальюки по опуху, даже, даже этот АУС-8, нет, так сказать, не могли нормально с этого вставить, ну, в принципе, что, тоже, как бы, здесь у нас есть номер, конкретно этой штуки, да, вот здесь написано, что это лимитированная версия, всего было 1500 штук, а здесь у меня 0,157 ножек, из этой, так сказать, из 1500, вот, такая вот прикольная коллекция, опять-таки, скажу, видно, что работают над, над геометрией лезвия, над цветом рукояти, цветом фурнитуры, бывают стальные болты, бывают, значит, болты черного цвета, вот эти вот, кнопочки предохранителя, вот, если мы на него посмотрим, здесь она вот стальная, а вот здесь она вот такая черная, то есть, над всеми элементами вот этой вот конструкции, над ними работают, это все меняется, то есть, китайцы работают по принципу, давайте поменяем цвет, поменяем размер, и вот уже, типа, это будет мечта коллекционеров, ну, и, естественно, есть какие-то такие совсем уже задротские модели, то есть, если вот этими вот ножами, ими, в принципе, можно пользоваться, да, ну, если очень захотеть, то в коллекции у вас должна быть какая-то такая модель, которую вы точно не будете пользоваться, заодно, как бы, я смотрю, комплект поставки, вот такая вот одна брошюрка, вот такая вот вторая брошюрка, и вот этот ножик, который, так сказать, ну, вообще, как бы, чисто, эх, чисто ножеманская тема, сейчас кладем обратно, ну, чтобы вы понимали, вот, смотрите, оп, давайте так, вот, вот это вот нормальный Калашников, вот, а это вот, ну, и как-то так складем, видите, у нас на коленках сделан обзор, вот, вот они троем, как бы, помещается один кадр, вот это вот, сверху, это, АК-47, чуть ниже, по размеру, средненький, это, АК-С, 47, или 74, 74, извиняюсь, сверху, АК-74, снизу, АК-С, вот, совсем какой-то мини, АК-С, 74 мини, смотрите, насколько он меньше по размеру, ну, какая-то няшка, это прям, чисто, нажиманская тема, вот, здесь вот, такой вот, этот желтый цвет кнопочки, вот, красная клипса, посмотрите, посмотрите, какая, какая-какая няшка, ну, естественно, вот этот вот, рисунок у тебя на этом, на лезвии, есть такой же, в больших размерах, просто его купить достаточно сложно, а это, как бы, мало кто покупает, но посмотрите, посмотрите, какая, какая прикольная няшка, то есть, вообще, офигенно, офигенно, кайфовая штука, это автомат, он полнофункциональный, он обычный, и даже в руке лежит хорошо, то есть, ты его можешь взять в руку, и что-то, ну, не знаю, коробочку какую-то открыть, вряд ли, даже там яблочко можно порезать, ну, мандаринку почистить, максимум, но прикольный, прикольный ножичек, вот этот вот, оп, выпуливает, здесь такая красота, красота у вас на лезвии, прикольное, все такое, вот, вот так оно, вот, все красиво выглядит, с такими вот, разными штучками, дрючками в конце, и вообще, как-то крепится с одной стороны, да, все крепится с одной стороны, прикольный, такой вот ножичек, вот, еще раз насладитесь, так сказать, разницей в размерах, вот, пожалуйста, большой, АК, этот, АК-74, АК-74, это, наверное, какой-то, АК-СУ-74, хотя, по-моему, называется просто мини, вот такие вот, вот такие вот ножики, чисто нажиманская тема, то есть, если вы коллекционируете и коллекционер, вот это вам зайдет очень кайфово, вот это для работы, там, я не знаю, выйти куда-то, с этим, если ножом, если вы в своем государстве можете выйти, то, как бы, вы получите удовольствие отхождения с ним, ну, а вот в Германии я могу ходить, вот, разве что вот с таким ножом, которого кромка меньше, тоже, тоже дебильный закон, вот, если это не автомат, брат, вот, честно, без пружинки, без пружинки нормально, вставил пружинку, типа, нельзя, вот, вот такой вот новогодний обзор, всем здоровья, всем привет, Новый год, и все такое, надеюсь, вам этот формат зашел, я вот, пока что, до конца года буду у сестры, поэтому, выпуски будут выходить нерегулярно, потому что условий здесь, чтобы снимать, особо нет, приходится идти в подвал, ждать, когда там все достирается, вот уже там, и племяшки кричат, где, где дядя, сеструха кричит, мне стираться пора, а то тут какие-то обзоры стираешь, снимаешь, так что, вот, всем удачи, в новом году, все по приколу, ну и вообще, пока!